Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала Домашний Чак с Мариной. Сегодня я с вами встречаюсь для того, чтобы дать вам видео задание на 10 марта в зоне кухни. И как раз день очень удачный, потому что у нас прошли с вами такие прекрасные праздники весенние, женский день 8 марта. И я вас сегодня приглашаю поработать вместе со мной в зоне печки. Я знаю, что за эти праздники вашей печке досталось немало проблем, поэтому сегодня мы работаем с вами в зоне печки. Пожалуйста, печка, вытяжка, духовка, всё приводим в порядок. Средства, которые вы постоянно используете, можете использовать, можете поменять, можете просто пеной помыть печку и вытяжку и духовку. Если у вас достаточно засорена эта поверхность, то, конечно, используйте более агрессивные средства. Но опять с учётом безопасности своего здоровья, особенно если вы аллергетик, обязательно работаем в перчаточках, потому что эта зона у нас самая агрессивная и самая активная. И обращаем внимание на вытяжку. Если у вас находится фильтра вытяжки, пожалуйста, если они предопределяют замачивание, то пока вы моете печку или верх вытяжки, замочите фильтра. Хорошо помойте так щёткой, в пене или в каких-то моющих средствах. Постоянные зрители моего канала Домашний очаг с Мариной в феврале месяце видели советы, которые я вам предлагаю для того, чтобы облегчить состояние вашей печки, я бы так сказала. Я вам советую использовать специальные пластины для верхопечки. Пожалуйста, вернитесь в февраль месяц, работа в кухне, для того, чтобы я не забирала время и не повторяла опять эти советы. Это очень хороший способ, особенно для тех, кто много работает, а ваша семья находится самостоятельно в доме, сама готовит пищу и вы приходите с работы, очень переживаете за то, что кто-то неаккуратно что-то рассыпал или что-то убежало. Поэтому, пожалуйста, вернитесь на февральское видео работы в зоне кухни и можете пользоваться этим советом. И поверьте мне, это действительно облегчит вашу работу, но самое главное, успокоит вашу нервную систему. В это же время я вам советую помыть кастрюли, сковородки, которыми вы пользуетесь. Я пользуюсь обычными старыми способами, так называемыми бабушкины рецепты. Пока я навожу порядок на печке, вытяжке и духовке, я в это время в тазике в большом количестве воды, в которой добавляю кальцинированную соду, можно добавить 100 грамм на 10 литров воды. Обычно я всё это туда замачиваю, можно добавить струганное хозяйственное мыло, можно подогреть на горячее, горячее такое сделать раствор и туда всё это загрузить. И ваша кухонная утварь очень быстро засияет блеском и не принесёт вам никаких хлопот. И самое главное, вы не будете использовать очень активные, агрессивные моющие средства, именно когда донышко кастрюль подгорает у вас или какие-то капельки. Поэтому вы, пожалуйста, пользуйтесь своими методами или прислушайтесь к моим, которые я озвучила в феврале месяце, работа в зоне кухни. И снова я возвращаюсь на то, что, пожалуйста, новые зрители моего канала, сегодня пересмотрите тарелочки, чашечки, стаканчики, с которых вы пьёте. Убираем всю щерблёную, надколотую или какую-то посуду, которая действительно уже не достойна вас. Вот такое сегодня сложное задание на 10 марта. Оно действительно очень активное для того, чтобы вы навели порядок в зоне печки, потому что это зона огня, она требует особого внимания. Пожалуйста, на каждой зоне работы, которую я вам предлагаю, я вам озвучила и эзотерические значения каждой зоны. Поэтому обращайте внимание и на эти видео. Спасибо, что вы были со мной. Я жду встречи с вами завтра, 11 марта, для того, чтобы вам дать следующее видео задание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok